Мне кажется, что абсолютно каждый человек в Нидерландах феминист, даже если он мужчина, потому что просто каждый человек считает, что не может быть разницы между женщинами и мужчинами. Как это возможно в Нидерландах, чтобы муж, чтобы он не был народом? Это то же самое, если бы он не присутствовал при зачатии. Что я поняла в своей жизни, это насколько мы все на самом деле одинаковые. Мы все просто люди, у которых абсолютно одинаковые потребности. Каждый мужчина, так же, как и каждая женщина, хочет, чтобы другой заботился, чтобы другой одарял тоже комплиментами, чтобы было понятно, что тебя любят, тобой восхищаются, что ты нужен. Эта потребность настолько человеческая, что, мне кажется, так нечестно разделять здесь на женщин и мужчин. Здравствуйте. Это подкаст «45 плюс». Подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находятся примерно в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зенкевич. И сегодня мы записываем выпуск в Амстердаме. Я в гостях у Анны Урих. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна – искусствовед, гид по Амстердаму, автор проекта «Арт-Сити», у которого есть одноименный телеграм-канал «Лектор». Анна будет экскурсией для взрослых и детей, и даже обучает профессиональных гидов. Итак, Аня, давайте для начала познакомимся. Мы сегодня увидимся впервые. Но я знаю, что детство ваше прошло в Москве, и в частности, лето. Проходили в деревне Покровка, в которой была и у нас дача. И, может быть, когда-нибудь в детстве на второй улице у магазина мы с вами пересекались много лет назад и жили примерно на соседних углах. Расскажите про российское детство и как давно вы переехали в Голландию. Да, это действительно потрясающе. Я тоже недавно об этом узнала, что мы могли бы видеться в Покровке. Ну, я родилась в Москве и жила в Москве до пятого класса. То есть, ну, мне было 11 лет. Моя мама встретила голландца. И они какое-то время жили просто в Москве. Ну, а потом приехали в Амстердам со мной, с моей сестрой Сашей. И это был 89-й год. А сколько вам лет сейчас? Мне сейчас 46. Я точно не знаю, почему они решили не жить в Москве. Но, да, это было именно потому, что они женились. То есть, она стала женой Августа. Август Диркс – это настоящий голландец, амстердамец. И такой очень свободный тип, сквотер, который потом купил бывший океанский корабль. Мы какое-то время на корабле жили. А где стоял тот корабль? Корабль находился на полуострове КНСМ. Корабль был, на самом деле, очень-очень известный. Там даже площадь сейчас переименована в честь корабля. То есть, корабль назывался русским словом «Азарт». Это «Азарт Пляйн». То есть, площадь «Азарта» до сих пор можно по всему Амстердаму видеть трамваи, у которых конечная станция «Азарт Пляйн». И каждый раз я вижу название нашего, получается, дома на этих трамваях. «Азарт» был очень известен. Он плавал по всему миру. Он также был в России. И там была куча всяких приключений. И написано даже несколько книг про «Азарт». Хочется знать про это больше. То есть, тот момент, когда вы жили на корабле, он уже стоял на приколе или он продолжал плавать со всеми обитателями? Ну, это очень длинная история. Там было много разных фаз. Да, он вначале был просто кораблем, на котором мы жили. Потом Август там сделал такой проект таких городских сумасшедших актеров, перформансов и назвал это «Шип и Фулз», то есть «Корабль дураков». Мы на нем тоже плавали. То есть, у нас были прям путешествия. Что это за жизнь такая на корабле? То есть, девочки из московской школы. У вас старшая или младшая сестра? Я самая старшая. Шестра младшая. Меня на год и три месяца. Мы по годке. Ага. Ну, то есть, учились вы в московской школе. Была такая размеренная жизнь. И вдруг вот такие приключения. Это был какой-то восторг, вы это приняли, и такое счастливое детство? Или были какие-то сложности, связанные вот с такой, какой-то плавучей действительностью? Не думаю, что у нас когда-то было стандартное размеренное детство. То есть, моя мама была всегда хиппи, свободным человеком. Я буквально два месяца назад, на самом деле, сняла сама фильм про мою маму. Потому что у меня как раз проект «Арт-сити». Я там раз в месяц снимаю фильмы. И сама была поражена откровенностью моей мамы, как она говорила, как она там косяк курила у Кремлевской стены и так далее. Это в каком году она так рисковала? Ну, в 70-е. Мама моя сейчас режиссер документального кино. Тогда ничего подобного. Она в театре работала просто гримером, но она была и геологом, и учринницей русского языка и литературы, кем она только не была. А уже здесь, когда мы стали жить в Голландии, уже где-то с начала нулевых, вот тогда моя мама стала режиссером документального кино. Она снимает документальный фильм. Итак, с 11 лет вы в Голландии. И вы себя все-таки ощущаете встроенной в эту культуру. И внутри вас голландская и русская части. Они в каких пропорциях? Все, как формируется человек, это было именно здесь. То есть самые главные годы школы, юношества, студенческие годы, влюбленность, познание себя, познание своего стиля. Все это было здесь. А с детьми на каком языке говорите? Я стараюсь говорить с детьми только по-русски. Стараюсь. Это сложно, потому что, конечно, если муж голландец, если школа, садик, все вокруг Голландска, то получается, что ты единственный человек, который русскоязычный. Но я стараюсь вырастить из них активных билингов. Стараюсь говорить только по-русски, читаю только по-русски с ними. В принципе, нормально получается. Им сейчас 3-4 года. Они начинают уже потихонечку тоже активно говорить по-русски. Основная тема, на которой я хотела с вами сегодня поговорить, про то, как это по-разному быть женщиной 45+, в России и в Голландии. То есть у нас есть набор стереотипов. А под заголовок нашего проекта «45+, легенда и мифы», он как раз подразумевает, что мы разбираем стереотипы и их подтверждаем или развинчиваем. Не могу не привести историю, которую я недавно прочитала у приятельницы в запрещенной в России социальной сети. Приятельница несколько лет назад переехала в Голландию и вот рассказывает историю, что ее подруга пришла на свидание и пришел молодой человек, принес с собой компьютер, открыл его, и там оказалась презентация, где он подробно подготовил свое резюме, рассказал о своих увлечениях, работе и так далее, до того, что в доходах представился и попросил ответного жеста со стороны визави. Девушка говорит, но я сейчас не работаю. Он говорит, ну, на этом мы простимся. Развернулся и ушел. А девушка предпринимателя, в этот момент она как раз закрыла один стартап, еще не приступила к следующему проекту. Но это он уже не выяснил. То есть для него вот это вот было очень важно. И вообще у нас есть стереотип, что вот выражение «гоу дач», что в Голландии равноправие мужчин и женщин, оно достигло какого-то максимального градуса, и что недопустимо, чтобы счет оплачивал мужчину на свиданиях, что это непременно должно быть пополам. И если русская женщина скорее будет удивлена, это для нее будет красным флагом, и продолжения отношений не будет, если ей предложили на первом свидании оплатить счет пополам, то голландская женщина скорее оскорбится, если ей такого не предложат. Это наш стереотип. Но так это или не так, вот расскажите, пожалуйста. Ой, я на самом деле настолько в шоке от того, что я только что услышала, что даже думала, где надо начинать. Тот факт, что, понимаете, был какой-то такой голландец, который пришел с компьютером и с презентацией, это для меня звучит просто настолько абсурдно. В своей жизни я встречалась с очень многими голландцами, и у меня была куча всяких прекрасных отношений и бойфрендов, и никогда в жизни ничего подобного даже близко не было. То есть, наоборот, очень живое, спонтанное общение. Меня ни один мужчина не спрашивал, какая у меня работа, вообще не спрашивал, если я сама не начала об этом рассказывать. Вообще не предъявлял того, что для него это важно, потому что ему было важно всегда только одно, как бы какая я и о чем я думаю, какая у меня, не знаю, мечта и какой у меня характер. Никогда в жизни голландец не предъявлял, что ты работаешь или не работаешь, а сколько ты зарабатываешь. То есть, я себе просто такого представить не могу. Просто не могу себе такого вообще представить. То есть, я думаю, что эта женщина встретила какого-то просто абсолютного фрика, и что ей очень-очень не повезло, и что такого фрика можно встретить и в Канаде, и в России, и в Англии, да, и в Тасмании. Везде есть фрики. Приятно слышать, что это у нас стереотип, не имеющий под собой никакой реальной подоплеки. А все-таки вот про разделение бюджета. Расскажите, насколько это вообще четкая формула, что вклад должен быть равным. И вот мы партнеры 50 на 50. Это вот действительно такая важная аксиома для общества. Нет, это абсолютно не так. Нет. Каждая пара в Нидерландах договаривается абсолютно по-своему. Какая форма им удобна. То есть, есть пары, где вообще просто полностью, вот прям классика жанра. Муж работает на полной ставке, а жена не работает вообще ни одного дня. Полностью сидит дома, готовит и, кажется, за детьми. Есть те, где, например, мужчина... Мужчина очень часто работает на полной ставке. Очень часто. То есть 5 дней. А женщины в команде все-таки часто работают дня 3-4. Это очень часто в Нидерландах так. И при этом они как бы могут сами договариваться, какие вещи, какие ее ответственность при этом покупать или какие там его. Есть такие варианты, где, например, жена больше работает, потому что у нее на данный момент звездная карьера, а у мужа наоборот. Там он между работами и удобнее, если, например, он будет с детьми сидеть. Хотя, я должна сказать, это случается все-таки относительно реже. Есть такие пары, где он работает 4 дня, и она работает 4 дня. Есть пары, которые просто все ровно-ровно пополам прям договариваются, что они будут сберегать каждый чек и потом это все как бы делить. То есть нет такого алгоритма в обществе, что вот так вот заведено. То есть это действительно в рамках каждой пары и все сценарии хороши. А вот женщина, когда работает по 3 дня, это чаще женщина с маленькими детьми или просто женщины предпочитают быть более расслабленными? Ну, сложно сказать. Я работала 3 дня долгое-долгое время, когда у меня даже детей не то, что вообще не было, я даже не думала, что у меня когда-то они будут. Мне было достаточно зарплаты под трехдневные работы, и были свои дела и хобби, и вообще там огород копать мне нравилось, например. У нас полным-полно женщин в разных функциях, которые работают делтайт, то есть половину, как бы часть недели. Конечно, я думаю, что когда рождаются дети, то это еще становится более стандартным. То есть у нас, я думаю, все-таки мало женщин, которые будут работать 5 дней в неделю, если у них дети. Мало. Но абсолютно не исключено, абсолютно. Все бывает, все случается. Набор вопросов. Во-первых, в школу, я понимаю, голландские дети идут с трех лет, а то и раньше. С четырех лет. С четырех. Ну, это уже называется школа, и это действительно каждый день. То есть уже высвобождается полдня автоматически, потому что ребенок в школе. Ну, на самом деле, для родителей удобнее, когда дети вообще идут в садик. В садике день до шести. Ты реально можешь весь день работать. А школа, она заканчивается в три, иногда даже в два. Да, получается, что надо или продленку, или няню. Ничего из моего рассказа сегодня не будет никогда в жизни касаться 100% голландцев. Голландия – это страна. Вот реально просто в каждом доме своя история. В каждой семье свой подход. В каждой супружеской паре свои договоренности. В каждой. То есть вообще нет никаких стандартов. Вообще. Но чаще всего, чаще всего люди выбирают не отдавать ребенку 5 дней в неделю в садик. Потому что считается очень большая нагрузка на ребенка. И людям тоже очень хочется быть со своим ребенком. То есть поэтому чаще всего ребенок ходит, например, 2 или 3 дня в неделю в садик. А, например, 2 дня в неделю с мамой. Может быть, 1 день в неделю, например, с папой. Или, может быть, 1 день в неделю с бабушкой, с дедушкой. То есть они договариваются. Вот про день с папой у нас тоже есть стереотип. Ну и вообще я очень часто на детских площадках, выходя с племянниками, вижу много пап. И как я запомнила, что есть такой папский день, что действительно 1 день в неделю отцы берут выходной и вот проводят с детьми. Это какая-то действительно норма. И также в моей голове норма, что папы уходят на какое-то время в декрет, на 3 месяца, так же, как и мамы. Насколько это распространено? Мне очень сложно рассказывать что-то, если будет слово «норма». Этого правды нет. Каждая семья договаривается по-своему. Не существует такой вещи, как папин день. Существуют просто те дни, когда я с детьми, это называется «мама-дах», день мамы. Тот день, когда папа-день называется «папа-дах», день папы, вот и всё. И он может быть, а часто его может не быть, потому что папы очень часто работают 5 дней в неделю. А если они выбирают работать 4 дня, то какой-то день будет полностью посвящён детям. И тогда это будет «папа-дах». А у меня, например, 2 дня полностью в неделю я посвящаю детям. Я не беру ни одной экскурсии, ни одной лекции, ничего. Это «мама-дах». «Мама-дах». То есть «мои дни с детьми». И ещё есть выходные. Конечно, конечно. То есть есть выходные и ещё 2 дня. Мы сейчас говорим именно про будни. Мы говорим про рабочие дни в неделю, когда кто-то из родителей выбирает не работать, а именно быть с детьми. Мы видим часто пап. Но больше, на самом деле, мы видим мам. Но просто когда мы видим пап, то это как-то бросается в глаза. Слушайте, не могу не уточнить. В российской действительности почти невозможно работать менее 5 дней в неделю и обеспечивать семью в должной мере. Ну, потому что невысокие зарплаты. Речь идёт, в общем, про то, как свести концы с концами очень часто. Ну, особенно если мы говорим не про столицы, а про другие города. И вот эта вот формула, что мы 3 дня работаем, а 2 дня не работаем, это даже не грань выживания. В Голландии удаётся балансировать таким образом, чтобы не так напряжённо работать. Некоторым удаётся, некоторым вообще не удаётся. Естественно, европейские зарплаты не сравнить, естественно, с российскими. Конечно, конечно. Здесь просто самая обычная училка, просто учительница общей образовательной школы. И это считается, что очень плохие зарплаты считаются. Но ты можешь работать 3 дня в неделю, то есть 2 дня быть абсолютно свободной, делать что хочешь. И зарабатывать, сейчас скажу, 1300 в месяц примерно, 1300. Если у тебя квартплата нормальная, ну, 500 евро в месяц, 600. Амстердам – дико дорогой город. И Амстердам сейчас, на самом деле, самый дорогой город в Европе по съёму квартир. Но есть же очень много людей, которые живут в социальном жилье, где абсолютно нормальные квартплаты, нормальная аренда. Если у тебя нормальная аренда, то есть 500, 600, 700 евро в месяц, а ты за 3 дня работы можешь зарабатывать 1200, 1300, 1400, то можешь нормально жить. Тебя как бы и не надо тогда 5 дней, правильно? А если у тебя ещё есть и партнёр, который зарабатывает примерно так же, ну, и вы живёте в одной квартире, то нормально, более-менее комфортно, можно жить. А голландцы не очень много путешествуют, да? Потому что вот это звучит как некая пропорция, которая вот про повседневную жизнь, а не про... Я не знаю одной нации, которая так много путешествует. Я думаю, что можно здесь сравнить только, не знаю, немцев, может быть, голландцы и немцы, которые просто везде, то есть вообще просто... Я была в своей жизни, сейчас скажу, я была на островах Фиджи, куда нужно было лететь на просто вообще одномоторном, малюсеньком, значит, с самолётики, когда я прилетела на просто самый маленький вообще остров вообще, то там единственная пара, которая там была, это Блигаланс. Наши стереотипы про разделение бюджета, это именно что стереотипы, и, в общем, можно договориться. Подождите. Очень много пар, которые полностью это разделяют. Я говорю о том, что это просто всё по договорённости. Нет никаких стандартов, нет такого, что вот если ты сейчас оформляешь партнёрство или выходишь замуж, то будет так и так. Вот это отсутствует. То есть в каждой семейной паре будет только так, как они договорились. Или как по-другому. А, кстати, брачные договора в ходу? В ходу где? Ну, то есть как норма жизни. Нет, а где как норма жизни? В центре Амстердама или в какой-нибудь деревне под Лимбургом? Вот, кстати, вот это вот разделение столицы и провинции, которое очень остро, конечно, стоит в России, Голландия, оно таково же тоже, да? Ну, Амстердам – это город просто вообще, я бы сказала, вообще другой мир по сравнению со страной, да? То есть если ты живёшь где-нибудь там, какой-нибудь провинции, там, Брабант или Лимбург, там, не знаю, или там, Дрент или там, Хронинга, то мне кажется, что это будет часто выглядеть настолько более просто абсолютно консервативная семья, где никакого нет Папа-Дах, да, никакого Дня Пап, никаких там нет раздельных бюджетов. То есть будет вообще всё настолько консервативно, настолько всё прям вот, не знаю, какой-нибудь девятнадцатый век по сравнению с Амстердамом. То есть нужно всегда, всегда понимать, что если вы хотите говорить с голландским человеком, то рассказы этого человека могут просто кардинально друг другу отличаться, если он будет, например, там, из Роттердама или Амстердама, или он будет из какого-нибудь Звола или там Мастрихт или Флесина, понимаете? То есть это вообще другие миры, миры полностью, полностью. И мы живём, то есть вот я и мой муж, мы живём в абсолютно нашем пузыре амстердамском, в нашем пузыре в центре Амстердама, где вокруг сплошные папы, где вокруг сплошные, да, как бы на всех площадках, во всех песочных папы, 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 все это забирают паповести, вот, и, может быть, женщина работает пять дней в неделю, а на все родительские собрания ходит только-только папа. На электричке про эти минут 25 окажетесь в таких местах, где люди вообще даже о таком не слышали и не знают вообще, как это такое возможно. Ладно, так как у нас нет другого опыта, мы говорим из вашего опыта, из моего опыта, говорим только о своём опыте. То есть вы в пузыре интеллигентных жителей центра Амстердама, продвинутом, где папы активно принимают участие в вращении детей, что очень славно. Вернёмся к тому, как это быть женщиной 45 плюс в Амстердаме. В своё время я наткнулась по подсказке коллег, которые занимаются схожей темой, изучением среднего возраста в Инстаграме на такую прекрасную девушку Денис Бумкинс. Это голландский фотограф. Она действительно хороший фотограф. И ей, когда она достигла возраста 40 плюс, захотелось оглянуться вокруг и задаться вопросом вообще, а что дальше? И тут она обнаружила, это её тезис, и мы сейчас его подтвердим или опровергнем, что женщины среднего возраста в обществе очень мало проявлены, что видно молодёжь, и есть старшее поколение, которое уже живёт своей размеренной жизнью, а вот это какое-то туманное пятно в районе 40-50 лет. И её один из важных тезисов, ну что же нам всё предлагают, условно, косметику антиэйдж, и вообще зачем нам нужно что-то против возраста. Все возрасты пригодны, все возрасты хороши, и вот она стала делать фотографический проект, снимать ровесниц, показывать их красоту зрелого возраста. Вот у неё большой разговор в соцсетях, это многие тысячи подписчиков, о том, что вот женщины среднего возраста, они красивые и важные члены общества. Это её ощущение, что вот здесь туманное поле наблюдается. У меня такого ощущения нет, но подписчики в канале 45+, легенды и мифы тоже говорили со мной не раз о том, что есть вот это ощущение, что после 45 сложнее встроиться в рабочие какие-то коллективы, сложнее как-то становиться с личной жизнью, здоровьем и со всем остальным. И вообще это какой-то такой возраст, который вызывает много сожалений. В общем, вопрос. У нас это действительно какая-то граница 45. Это вот даже по классификации ВОЗ есть, от 45 уже средний возраст. В России есть вот это ощущение, что по 45 проходит некоторая граница, после которой тебе уже что-то нельзя, что-то сложнее. Насколько вообще эта граница существует в Голландии, не существует? Насколько Деннис права или может быть это только вот ее личное ощущение? Я вижу постоянно вокруг себя женщин моего возраста, постоянно, мужчин моего возраста. Вижу их очень часто в той же роли, как и я. Женщин 40+, которые в принципе мамы или маленьких детей, как у меня, вообще прям малыши, или школьников, ну или пореже случается студентов, пореже, потому что все-таки женщины в Голландии рожают в основном после 33, после 35 рожают часто, и поэтому это не так уж и странно, что там тебе 42, у тебя ребенок в садике, это вообще не странно. Когда я была беременна, я тоже везде видела беременных женщин, была просто в шоке от того, что оказывается просто все вокруг ждут детей. То есть ты в возрасте 45+, не переходишь в какую-то другую категорию, ты просто продолжаешь свое плавное движение, и кругом все такие же живые, активные. Ну вот лично меня это так, абсолютно, я вообще не чувствую ничего, я себя даже не чувствую по-другому, чем когда мне было там 30, я вообще не чувствую ничего другого. Очень может быть, что женщины это чувствуют, что они переживают, может быть, женщины во все ходят в какие-то там клиники, очень может быть, я думаю, что там все забито, просто я это не делаю. Уточню, на улицах той же Москвы очень бросается в глаза то, что многие женщины поработали над своей внешностью. Там сделали губы попухлее, ресницы попушистее, подлиннее. На улицах Амстердама я вижу только естественные лица. Погода еще такова, что ты не можешь выйти и одеть себя красиво и принести, просто потому, что все время должен противостоять стихии. Я за последнюю неделю сломала три зонта, пока я не поняла, что бывают конструкции против ветра. То есть, я все время была промокшая до нитки, ветер в лицо. И вообще совершенно какое-то другое ощущение, когда ты выносишь себя на улицу, тебе главное вообще донести себя до следующей точки сухим и не замерзнуть по дороге. И вообще я не видела никакого улучшайзинга ни в метро на лицах. Вообще, насколько это принято, не принято, это хороший тон, плохой тон. здесь могут быть совершенно разные ответы в зависимости от того, в каком регионе ты живешь. То есть, в Нидерландах есть регионы, где, наверное, каждая вторая ходит с ботоксом. Да вы что? У них иной климат? Нет, у них просто там как бы все-таки богатые, дорогие все виллы, жены там, футболистов. Это свои страты, это их работа, нести себя красивыми. наверное, они там как бы у них там всякие, даже жемчуга, рестораны, каблуки, гучи, армани. Я же постоянно на велике. У меня жизнь такая, что я вот на велосипеде от А до Б, от музея до центрального вокзала, опять экскурсии, потом опять лекция. Да потом действительно это очень сложно в Мстердаме, какой смысл тратить на какую-то укладку, когда ты выходишь на улицу и у тебя ветер поднимает это просто все вокруг и заматывает тебя, потом начинается ливень и просто мокрые до нитки на этом велосипеде. Ты когда приезжаешь на какое-нибудь свидание, ты просто выглядишь как мокрый котенок. У тебя там маскара вся течет. Это тушь. Я тушью не пользовалась, наверное, уже лет 15. Зато на самом деле это очень удобно быть голландской женщиной и никогда не пользоваться ничем, потому что если вдруг один раз я каблуки надеваю или там какую-нибудь юбочку или там действительно навожу красоту или там подкрашиваю глаза, голландский муж просто падает на колени, готов просто тебя моментально уносить на руках в спальню и целовать тебе ноги просто всю ночь, потому что он там ошарашен твоей красотой. Здесь нету такого, да, что я должна так выглядеть всегда. Вообще-то это вот я должна не существует здесь. Вот это просто не существует. ты ходишь по улице, у тебя волосы не крашеные, да, у тебя там маникюра нет, это просто в самые удобные как бы обуви, в самом, что ты хочешь, потому что у тебя отсутствие такое чувство, что вот я должна бы сделать, я вот должна была бы покраситься. то есть общество не давит. Нет, не давит. Это действительно очень комфортно. А еще крутая, конечно, тема, что так как вся жизнь на велосипедах, то есть у вас есть физическая активность в ежедневном режиме, и это не то, что ты должен довести себя через мороз до спортзала, долго сушить волосы феном, ты просто сел на велосипед перед подъездом, доехал до точки А, получил свою кардиотренировку. И это, конечно, вообще всю нацию, мне кажется, делает поджары и спортивные. Ну да, очень многие люди на самом деле удивляются, как возможно жить в Голландии, где все едят постоянно хлеб, постоянно, утром, днем, вечером. Хотя это проблема. Мне очень плохо удается в городе поесть человеческой еды. Хочется теплой еды и супа, но нет. Супы как раз есть практически везде, но просто здесь обедают так, что ты ешь как бы или сэндвич, или суп, или салат. Я так понимаю, что принято все-таки горячую еду есть один раз в сутки, и скорее в ужин. Ну, многие, очень многие едят на обед суп, правда, но просто это будет только суп и все. Но в основном, да, это сэндвичи, сэндвичи, сэндвичи. У нас называется браучис, они реально очень разные, очень вкусные. Голландцы безумные сладкоежки, безумные. По-моему, в мире нет такой нации, где столько едят лакрицы, например, на душу населения, или там какие-то громадные количество шоколада поедает голландец просто. Потом, вот эти картошка фри, горы майонеза. То есть, про здоровое питание не слышали? Не очень, не очень тут с этим, не очень, правда, вот скажу, да. И все равно они вот какие-то полубоги, особенно мужчины, вот особенно мужчины, часто просто стройные-стройные, прям вот подтянутые, прям вот идеально выглядят. То есть, велосипед сжигает все? Велосипеды противодействия стихии, видимо. Велосипеды – это одно, а потом они постоянно занимаются спортом, они бегают, у них хоккей, у них фитнес, у них каждое воскресенье, например, с друзьями, там, футбол, например, да, они просто вообще любят двигаться. А женщины? Соответствуют? очень по-разному. Здесь реально очень-очень зависит от двух вещей, во-первых, от региона, где ты живешь, и от твоей, как это правильно сказать, от твоей не национальности, все происхождения, например, из Марокко, из Турции, из африканских стран, у них большие проблемы с весом, прямо большие. То есть, у иммигрантов, у них намного больше проблем с весом, и их детей тоже. А у них же нет ферментов, которые поколениями вырабатывались, я тут узнала, что оказывается, почему французы тоже едят много хлеба, и им все равно, потому что у них из поколения в поколение вырабатывались ферменты, которые это все перерабатывают, а, наверное, у других национальностей нет такого. Я вам сейчас объясню, я не верю вот в это вот все, что не вырабатывается там это, не вырабатывается это, другие гены, другие ферменты у японцев, так, я в это не верю. Я верю в культуру еды, вот во что я верю. Я проработала учительницей в начальной школе 22 года. То есть, прежде чем стать экскурсоводом, гидом, как какое-то время, одновременно, какое-то время, да. У меня полным-полно было детей, которые вот из этого группы населения дурки, марокканцы, суринамцы, антельянцы. И там совершенно другая культура еды. Там очень часто любовь проявляется через сладкое. То есть, детей пичкают сладком. Просто это, это такие горы сладкого, которые даже вот я когда смотрю на это, мне становится просто физически плохо. Слушайте, ну это мне кажется в России тоже есть, потому что, как я не убеждала бабушку своих детей, то есть, мне она была бабушка, а детям прабабушка, как я не убеждала, что не нужно кормить малышей шоколадными конфетами, это все равно вот у нее было проявление любви. Ну то есть, какой самый простой вот подарок, это все равно было всегда сладкое. Но бабушка, наверное, не давала вам чемодан со сладким, правда? Вот в школу с собой чемодан со сладким? Мы буквально на днях вот играем на площадке, да, вот я, муж, дети, к нам подбегает такой очень тучный мальчик, милейший мальчик, играет с нами с нашими детьми, играет в нашу собачку, и у него с собой чемоданчик, вот такой вот на колесиках, прям вот чемодан на колесиках, да, он говорит, хотите тоже вкусненькое? Он открывает, и там просто чипсы, чипсы и целые упаковки, просто вот конфеты, конфеты, вот целые упаковки, и перед этим стоит его папа, ты молодец, давай им тоже. То есть голландцы едят еду, может и неполезную, но в ограниченных количествах? В ограниченных, абсолютно, да. В стандартной голландской семье все-таки это все эти сладости, они абсолютно есть, куча чипсов, там вот всякие марсы, сникерсы, кошмарные эти все вещи, но они будут все-таки в шкафчике лежать в каком-то отдельном, и у детей в принципе нету такого прямо полного свободного доступа, нету, то есть это выделяется там по договоренности, там. Как большая награда. Большая награда, но это всегда есть дома, всегда есть мороженое, всегда есть чипсы, всегда есть печенье. Все, что я говорю, это только то, с чем встречаюсь я в Амстердаме. В любом городе, в любой семье это может быть совершенно по-другому. То есть нужно забыть вообще просто все, что вот стандарт негерландцы делают так, голландцы делают так, этого не существует. Давайте поговорим про свидание, потому что очень частый вопрос тех же моих собеседниц внутри проекта 45+, тех, кто не замужем, то как вообще знакомиться? Из России ушел Тиндер, и это стало еще большей проблемой, и совершенно вообще непонятно, где найти ровесников, которые будут тебе интересны, которым ты будешь интересна. И вообще вот эта вот тема свиданий очень тяжелая в России, потому что большой дисбаланс женщин больше, но еще и очень многие женщины не уверены в себе и утратили вот этот вот навык легкости. Вообще, насколько культура свиданий в Голландии процветает, и можете рассказать про сценарий. Понятно, что тоже у вас есть только ваш опыт, но если он имеет некоторое количество свиданий, то какие вот, например, были сценарии, и с чем люди обычно приходят на первые свидания в Голландии? Ну, очень часто это действительно приложения на телефоне или сайты, очень часто. То есть, это очень распространено, ты просто какое-то время переписываешься и просто на всякие разные темы, сериал такой, сериал такой, там, а что ты сегодня делала, там, а ты, там, а ты, то есть, просто такая легкая, свободная переписка, потом кто-то все-таки говорит, там, давай встретимся, давай, и очень часто это типа там купи кофе, да, то есть, пойдем кофе выпьем, ну, или вечером можно бокал вина, можно, и, в принципе, все очень идет просто, просто плавно как-то, ну, естественно, бывают какие-то моменты, когда ты сидишь, думаешь, ой, скучный, что-то там говорит, говорит, мне что-то, что-то не скучно, а бывает наоборот прям сразу так интересно и хочется его только слушать и слушать, а потом целоваться хочется уже после 10 минут, и когда тебе 25 или 35 или 40, это вообще не важно, ты можешь в 50 вообще встречаться, у тебя будет просто свидание, 3 свидания в неделю, у тебя будет в переписках еще 8 штук мужчин. То есть нет дефицита и нет дисбаланса, то есть мужчин такое же количество, как женщин, если больше. Как это прекрасно. То есть здесь очень комфортно быть женщиной, потому что как бы здесь абсолютно нет никакого там дефицита и дисбаланса, просто забудьте все, что вы слышали про то, что голландцы там не платят на первом свидании, это абсолютно не так, абсолютно не так, особенно первое свидание очень часто платит мужчина, очень часто. Он не обижает женщину тем, что он это предлагает. Большинство женщин говорят, а ладно. Конечно, нет. Всем абсолютно очень приятно, если мужчина, знаете, галантный. Это всем приятно. Любой женщине в любой стране, в любом городе. Это всем приятно. Я бы сказала, что на первом свидании это всё-таки очень часто, что мужчина просто берёт и платит. И сам второе, третье, то может быть, они уже посмотрят. У меня вот муж такой, что... Такой человек, да, стопроцентный галандец, что он просто всегда платит моментально. То есть он просто, как является чек, он сразу берёт кошелёк, сразу. Ну, на самом деле, это очень симпатично и здорово, что мы про это говорим, потому что у нас есть такие стереотипы про голландцев и такие же стереотипы про жадность французов. Ну, например, мой французский бойшин тоже всегда платил сам, ему просто в голову не приходило, что это может быть иначе. Очень удивлялся, если эту тему обсудить и говорить, ну, хочешь, разделю счёт. Он прям обижался, говорил, да нет, это мужская задача. Вот у нас, у моего мужа, есть старшие дети, да, от первого брака. Вот двое сыновей, им 21 и 20. И вот если их мы спрашивали недавно, вот мы спрашивали их, а кто платит? Они сказали, на первом свидании, конечно, я буду платить, конечно, я. То есть новое поколение так тоже это видит, но здесь надо по-другому на это смотреть. Если вдруг мужчина это не предложил, то, может быть, не надо сразу обижаться так и думать, что всё, жадный-жадный и никакого нет вообще с ним будущего, да, потому что голландский мужчина просто может на это по-другому смотреть, что он может действительно бояться, что вот он как бы обидит её. Я думаю, что голландским мужчинам немножко всё-таки сложно вот самим, сложно разобраться, потому что иногда ты можешь немножко как бы обидеть женщину, если ты будешь себя вести как такой вот добытчик, да, вот этот вот патриархат. А может быть, наоборот, её обидеть, если ты это не предложил, понимаете? Просто войти в эту культуру и просто подумать, а насколько это вообще важно. Мы абсолютно такие же люди, да, зарабатываем так же, или, может быть, даже женщина зарабатывает даже, может быть, намного лучше. Может быть, просто он воспитан по-другому, например, мамой-феминисткой. Вот я избегала на протяжении нашего разговора это слово произнести, потому что не знала, как это зовётся. Вот феминистка в голландском понимании – это как? Мы очень редко говорим это слово. Здесь настолько само собой, что у всех абсолютно равные права, да, что вот прям вот… Права на что? На работу, на карьеру, на выбор, хочешь ли ты вообще детей или нет, хочешь ли ты заниматься только собой, или ты хочешь быть одна, или ты хочешь быть в отношениях. Конечно, феминистки есть, и, конечно, всё это есть, конечно. И если поговорить с этими женщинами, наверное, скажут, что ещё очень много чего нужно добиваться, ещё до сих пор, всё очень плохо даже, да, даже в Голландии. Скажите, а в политике много женщин в Голландии? Вообще вот на проявленных каких-то должностях. Вот как, видно ли эту пропорцию? Она действительно довольно равная? По-моему, у нас был недавно вот кабинет, где было прям точно напополам. Но как вот сейчас, не знаю. У нас сейчас только формируется кабинет на данный момент, поэтому ещё непонятно, сколько будет у министра. А вдруг вы встречали статистику? Потому что считается, что женщины, ну, в России точно есть такая пропорция, на 30% меньше зарабатывают на топ-должностях, чем мужчины. Я думаю, что всё равно во всех странах мира, даже в Швеции, даже в Дании, даже в Норвегии, всё равно на самых высоких топ-функциях, самых высоких, всё равно женщины ещё не зарабатывают ровно столько же. Я видела статистику, что это так. И причём такая была какая-то цифра очень отдалённая, что нужно ещё 132 года, чтобы женщины и мужчины сравнялись в правах. Ну, то есть идёт вот это движение навстречу друг другу, оно такое медленное. Мне кажется, что абсолютно каждый человек в Нидерландах феминист, даже если он мужчина, потому что просто каждый человек считает, что не может быть разницы между женщинами и мужчинами. Женщина может сама выбирать, хочет ли она карьеру или детей, хочет она жить одна, с двумя кошками или там с лучшей подругой. Здесь меньше чувствуется просто патриархат. Не то, что вообще его нет, конечно, естественно, везде он есть, да. Но он здесь реально меньше чувствуется. Вот это вот чувство, что ты должна, потому что ты женщина. Ты должна быть женственной, там, мягкой, да, там, так разговаривать, так ходить, так считать, не так говорить. Что? Кому должна? Правильно ли я понимаю, что следствие этого, то, что больше вот таких вот партнерских именно строят соотношений. Вот у нас слово партнерство не такое частое и не такое вообще устойчивое. Я считаю, что это очень-очень жалко, если это не такое частое и устойчивое. Я думаю, что как раз поэтому так много разводов. А в Голландии много? Нет, немного. Люди позже женятся, и это уже такой выбор основательный. Да, да. И здесь абсолютно нормально прям вот сесть и прям вот распределить, как мы будем жить. Как вот тебя устраивает, сколько дней, да, а как. Ребенка ждем, да, как ты об этом думаешь. Сможешь ли ты тоже по четвергам там не работать? Или будем брать садик? А если мы беремнями, значит, стоит столик. Это так, давай посмотрим, может быть, я смогу не работать. Люди договороспособные и умеют строить диалог. И постоянно это может подстраиваться, постоянно. Вот я со своим мужем, мы уже подстроили наше расписание недели уже несколько раз. И было даже такое, что он просто-напросто мне сказал, слушай, давай-ка поговорим. Абсолютно спокойно сказал. На данный момент у меня такое чувство, что я с детьми больше, чем ты, что я меньше работаю. По четвергам я не могу работать, потому что там та-та-та, по пятницам, да. А ты вот как бы работаешь и четверг, и пятница. Вот я посмотрела на свое расписание. Я поняла, что на самом деле он прав, что у меня больше времени на работу, чем у него получается. И мы просто перестроились. Сделали так, чтобы вот реально для нас, чтобы было прямо вот точно 50-50. А няня у вас не приглашается? То есть вы сами? Вообще нет няня вообще. Ну, то есть сами справляетесь. Ну, у нас есть старшие дети, да, от первого брака. Они очень любят малышей, прям обожают их. И они периодически у нас приходят и с ними сидят, если у нас там что-то там есть. Но муж им, например, платится. А там девочки, мальчики? Там девочка и два мальчика. Да, они периодически с ними сидят и приходят. И школу их у нас забирают или садик забирают. Я могу любому из них трёх просто скинуть ватсап. Слушай, там, ты можешь, ты можешь. А вы дружные. У вас выстроенные отношения. То есть это такая одна большая семья, то, что называется лоскутная семья, или бонусные братья и сёстры. Я читала из всяких выражений новых, но мне очень нравится, когда вот семьи собираются из разных частей. У нас тоже так получилось. Это удовольствие. Ну, они друг друга просто вообще обожают. Для них их старшие братья и сестра – это просто их лучшие вообще друзья. Мы даже один раз, когда Эля, и мы сейчас три, до Эля было два годика, я решила узнать у Эля, знает ли он, кто для него Брам, да, вот его старший брат. Я ему говорю, «Эля, Брам для тебя кто? Он твой большой». Я думала, что он скажет «брат». А он сказал «друг». Это было так мило. «О, мой большой друг». Здорово. Это мальчик Эля, а девочка? София. София. Слушайте, вот прозвучала тема родов. Вообще, как это принято в Голландии? Чаще это партнёрские роды. И вот я знаю, что как только ребёнок рождается, его в корзиночке родителям выдают прямо через час и выходи. И вообще хотела спросить про голландскую медицину, потому что в России есть установка, что всё-таки женщине 45 плюс непременно надо раз в год проходить полный чекап, и это помогает здоровье поддержать. Насколько вообще есть это в Голландии? Вообще, может быть, у меня неправильное ощущение, но у меня есть ощущение вот такой расслабленности медицины, и что вообще она не очень такая регулярная в Голландии. Или у меня заблуждение? Начнём сначала. Значит, первый вопрос был про роды, про партнёрские роды. Вот я думаю, что, наверное, здесь единственный раз за всё это интервью, когда я скажу, что что-то распространяется на 100% у мужчин. Я не знаю вообще, как это возможно в Голландии, чтобы муж и папа, если они вместе, чтобы он не был родом. Это просто для нас считается дикостью. И в обморки не падают. Это просто даже, знаете, как люди просто дико удивлены, если бы он не присутствует при родах. Это так странно. Это то же самое, если бы он не присутствовал при зачатии. Ты делаешь это ребёнка с самого начала вдвоём, ты на все эти обследования ходишь, в принципе, вдвоём, чтобы на родах его не было. Ну, я вообще сегодня могу это вот пару представить, просто не могу. Никто не падает в обморок, конечно. Конечно, нет. Потому что это просто абсолютно естественная вещь, да. Роды здесь вообще считаются самой естественной вещью. Это не болезнь. Это обследования самые такие минимальные. Считается, что женщина, если она уже забеременела, то уже всё отлично работает. И нет, разумеется, вот этих вот обидных выражений старородящие. То есть это вообще никто себе такое не позволяет. Такого термина не существует. Ну, что их не позволять, его нету. Его не существует. То есть ты можешь прийти к кушерке 22 года на первую беременность или в 47 на первую беременность. Вообще не будет ни одного удивления. Не будет никаких вообще. Вообще вот ноль просто. То есть никто не будет делать и 25 дополнительных анализов, с тобой носиться. Никто. То есть всё спокойно. Единственное, что, конечно, посоветует, естественно, сделать тесты на отклонения, потому что после 35 они намного более важны. Конечно, до 35 вообще, по-моему, наверное, даже не спросят. НИПС – это тест, который делает на ранней стадии беременности. У нас самые такие тяжёлые отклонения показывают. Для нас это было очень важно, чтобы ребёнок был прям точно здоровый. Никто не будет странно смотреть или там что-то спрашивают. Вообще никто. То есть люди будут просто очень позитивные, счастливы, радостные. Говорят, там, поздравляю, как здорово. И всё это на таком очень лёгком режиме. Да, давайте послушаем. Ой, сердечко бьётся. Ой, как классно. То есть это комфортно. А вот эта вот корзинка с ребёнком через час, после того, как он родился, у нас же как-то два дня отлежаться. Но корзинка не случится, как мы и сей в речке. Нет, натуральной сестре мы выдали корзинку с ребёнком. Имеется в виду креслица, да, такой максикозий, такой креслиц. Имеется в виду, да, не корзинка. Конечно, выдаётся, конечно. И когда идёшь на роды или едешь, то ты берёшь уже с собой это креслица, берёшь с собой, значит, одежду. Там прям целый список. Я родила в три ночи, и мы в семь утра уже сидели в машине, с ребёночком звонили из машины первые. Сразу его отцу, значит, нашему дедушке, говорим, привет, значит, от этого мальчик мы назвали в честь тебя в машине. Ла, ура! Аня, я не понимаю, как это сидели в машине? Сидеть же больно. Ну, то есть хочется полежать, хочется покоя. Ты сильно старалась. Если нет разрывов и ни одного шва, как у меня, оба раза, то всё можно. Сидеть, лежать, вообще всё нормально. То есть если какие-то отклонения пошли в процессе, то всё-таки заботятся и пару дней дают передохнуть маме. Подождите, подождите. Пару дней так и так дают передохнуть. Здесь обязательно женщина, когда она приехала домой, то она ложится. В принципе, здесь так принято, что приходит к тебе вот эта вот как-то патрональная сестра, как это называется? Патронажная. Патронажная сестра. И здесь она приходит к тебе в течение недели, каждый день. И, в принципе, она тебя тоже проверяет, ребёнка проверяет, тебя проверяет, смотрит там, как у тебя там опускается матка, например, как там эти там швы. Также смотрит, пить ли молоко, хорошо, ребёнок. То есть она всё проверяет. И, в принципе, она старается сделать так, чтобы ты не вставала или прям минимально вставала. То есть она будет тоже мыть, например, унитаз. Моя была прямо шикарная. Она мне еду готовила, тут всё делала. Это не было её обязанностью, она была просто добрая женщина. Обязанности здесь, знаете, как есть список, что она точно обязана. Это вот такие вот самые главные вещи, которые связаны со здоровьем. А есть ещё как бы такие выборочные вещи. Как бы вот она не обязана готовить, но если она любит готовить, она тебе с удовольствием заготовит. Просто самое прекрасное, наверное, время в моей жизни, когда я выдержала с ребёночком, музыка, она готовит еду, мы с ней болтаем, она всё убрала, всё посмотрела. Это было просто чудо, это было просто вообще волшебно, это было просто какой-то рай. Мне прямо очень повезло. У меня было оба раза просто роскошные женщины. И они смотрят, чтобы, да, вот ты первые вот эти вот дни не вскакивала, не ходила. Мы с ней только, по-моему, шестой или седьмой день по лестнице, мы вдвоём с ней пошли вниз. Она меня держала, прям поддерживала. То есть есть забота, просто она не в стационаре, а на дому. Да. Да, да. И поэтому, поэтому и выписывают так рано. Как только ты выписался, как только ты приехал домой, она там уже стоит. Любые люди восстанавливаются в 10 раз быстрее, когда это в своём доме. И поэтому так сделано. Ясно. Про чекапы. Вот проверять грудь, гинекологию, всё остальное, а также ходить к стоматологу у нас принято регулярно, потому что себе дешевле, если какие-то превентивные меры применять. Насколько это в ходу в Голландию? Это действительно по-другому здесь. Если вот, например, вам там типа 25 лет, если вы хотите сделать себе запись к гинекологу, то вам просто её не сделают. Ты же не можешь здесь в Голландии сам позвонить к гинекологу и сказать, примите меня. Это невозможно. Если приходишь к семейному врачу и говоришь, я хочу записаться к гинекологу, она так удивится, скажет, ой, а что с вами? А какие у вас жалобы? Типа, никаких? А почему вы тогда хотите записаться к гинекологу? Что? Как это так? И ты скажешь, ну, надо же, я же хочу раз в полгода проверяться. Она вообще вас не поймёт, или он? Зачем? Ты, конечно, можешь соврать, вот у меня там, да, там это, это, это. Бывают семейные врачи, прям, которые не дадут просто так? Ну, что прям реально там... Хорошо. Когда тебе 25, могу допустить? Когда тебе 45+, и всё-таки... Ну, когда 45 плюс приходит, а от государства эта самая бумажка, что надо пойти проверяться там шейка матки. Вот-вот. Там есть какие-то там проверки. Раз в год? Не знаю. Мне уже 46, я вот что-то не получала от бумажки, поэтому не знаю. Так, я поняла, что вообще медицина, пойди пробейся, даже если у тебя серьёзный диагноз, тебя запишут в очередь через три месяца, а может это будет уже поздновато, вообще насколько в экстренных случаях медицина за тебя? В русскоговорящей среде принято поливать по-моему всю нидерландскую медицину. Я всё-таки по-другому здесь, наверное, на это смотрю. У меня такой опыт, что мне прям очень хорошо и максимально быстро помогали, если реально что-то было. Умирали вот родители мужа, да, в очень преклонном возрасте. Я была поражена, насколько система ну просто идеальная, там просто сколько врачей приходит, там на дом, ещё раз на дом, ещё раз на дом. Один проверяет то, другой проверяет то, там, значит, психолог. То есть это такая была забота. У меня были слёзы от умиления, что просто я думала, вообще, я живу в самой лучшей стране в мире, когда я видела эту заботу. Это хорошая медицинская страховка или это некая государственная программа? Независимость от страховки для каждого. У меня вопрос. Не знаю, насколько он к вам, но это просто то, что я заметила несколько раз за последнее время. У меня основная специализация архитектуры и урбанистика. Я хожу смотреть городские кварталы, как они устроены, чем наполнены, какой там микс-юс. И вот мои приятели-урбанисты также привлекали моё внимание, показывая мне дома престарелых, встроенные в жилые кварталы с оранжереями, вообще очень такие комфортные. Вдруг у вас есть про эту информацию. Люди, как попадают в дома престарелых, они продают квартиры, чтобы туда попасть. Или это тоже какие-то государственные программы, если ты пожилой человек и у тебя мало сил, и тебе нужна помощь, тебя туда поместят. То есть я знаю, что в Голландии очень высокие налоги. Помогает ли это тебе получить поддержку обратно в зрелом возрасте? В Нидерландах, во-первых, сделано всё так, чтобы держать людей максимально долго в своём доме. Именно поэтому здесь очень много вот этих вот служб, которые приходят на дом. Вот это вот патронаж, что-то есть сестра, крам зорох, есть мантл зорох, есть таю зорох, есть там этот зорох. То есть вот это вот слово зорох по-голландски, это забота. Есть домашняя забота такая-то, домашняя забота такая-то. Есть те, которые не имеют никаких прав там что-то там вкалывать или что-то там бинтовать, а которые просто приходят и просто убирают квартиру. Медсёстры или медбратья, которые там бинты могут сделать, там какой-то укол могут сделать. Есть ещё выше, медбрат или медсестра, которые ещё там может что-то сделать. И все время на дом, на дом, на дом они приходят. Все время. И это делается для того, что просто максимально человек жил в своем доме, потому что он живет дольше, когда он живет в своем доме. И когда это уже вообще невозможно, вот прям вот жить дома, у человека глубокая, глубочайшая там деменция, никого не осталось вокруг, нельзя оставить его или ее вообще ни минуты просто одного, то тогда, да, тогда возникает вопрос, переезжаем в дом для постарелых. Вот, например, у родителей моего мужа, мама мужа уже давно была в глубокой деменции, уже давно. И папа мужа, он в течение девяти лет полностью о ней заботился сам, полностью, делал вообще все, 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 все. Там, конечно, приходили какие-то службы, но он прям вот от нее не отходил. И она просто вот умерла дома в своей кровати. Вот. И, конечно, да, если, например, его бы не было, и тоже дети жили бы слишком далеко, или дети бы не могли, и то тогда бы ее бы перевезли бы в дом для постарелых. Да, конечно, потому что она просто вообще не могла ни минуты быть одна. Там даже камеры были установлены, что она могла вообще упасть. Вот. Я не знаю, здесь, конечно, детали. Это очень зависит от бюджета. Очень. Есть люди, которые, там, минимальная пенсия. Конечно, они, наверное, не попадут в какие-то вот эти вот шикарные дома для престарелых. Они попадут больше в какой-то какой-то стандартный, может быть. Надо ли им продавать квартиру? Ну, это очень зависит от того, есть ли дети, да, там, нужны ли деньги, или это по страховке. Вообще, покупная эта квартира, или просто съемочная, да, то есть это же очень зависит от ситуации. Между домом и домом престарелым есть еще разные варианты жилья. Есть, например, что ты уезжаешь из своей квартиры, но еще не переезжаешь в дом для престарелых, а переезжаешь в такую квартиру, которая на нулевом этаже, где у тебя как бы твоя квартирка, но рядом все дежурят врачи. Такая тоже еще есть форма жилья. То есть это некий конгломерат таких квартир, и рядом находится какой-то пункт медицинской помощи. Да, да. Есть и варианты, когда о тебе заботятся родственники, это называется мантлзорах, и родственники могут за это получить финансовую помощь и тоже могут освобождаться от работы, потому что они заботятся о старике. Примерно во сколько выходит на пенсию в Голландии? Пенсию выходит в 67, да, 67. Ничего себе. 67. Такая хорошая услуга лет. Мне кажется, лет на 12 позже, чем в России. Это единая цифра для женщин и мужчин? Да. Было 65, и сейчас стало 67. У меня, например, отец моего мужа вышел на пенсию в 55, просто потому что у него была очень хорошая работа, и он сам мог докопить, да, и просто жизнью наслаждаться, и просто ездил по Португалии с женой. Жизнь была у них просто фантастика. 67 – это по закону твой пенсионный возраст. И тогда ты получаешь пенсию от государства. Да. Ты получаешь так называемое АОВЭЙ, это деньги, которые тебе выплачиваются каждый месяц, вообще вне зависимости от того, работал ты где-то или нет, копил ты что-то, вообще все равно. Каждый человек в 67 лет получает эту сумму. Королева Нидерландов получает эту сумму. Она, конечно, ее на благотворительность отдает, но это каждый человек. А это ощутимая сумма? На нее можно жить? Да. На нее ты живешь реально скромно. Ты приходишь в не самый дорогой супермаркет уже. Когда ты живешь на АОВЭЙ, ты там посмотришь, что у тебя там в бонусе, не возьмешь там уже этот стейк. Но люди есть, которые живут только на эту сумму, а люди еще есть, которые живут на эту сумму, плюс саму пенсию. АОВЭЙ – это просто всем пенсионерам в Нидерландах это выдают, всем. Тысячи с чем-то там это. Если ты всю свою жизнь работал в заводе, например, или в школе, или пожарный был, или полицейский, то у тебя, конечно, еще кроме этой АОВЭЙ, у тебя еще твоя пенсия есть. Хочется спросить, вообще, насколько есть вот эта культура финансовой грамотницы? Ну, хороший вопрос. Я думаю, что в Нидерландах все-таки довольно развита, я считаю. То есть уже в школах, вот я работаю учительницей, да, уже в школах есть абсолютно уроки, там, например, что такое бюджет государства. Ну, ладно, государство, твой личный бюджет вот тебя учит формировать, чтобы там 5% от зарплаты непременно положить. Начинается с того, как обустроено государство, что такое налоги. Я не сказала, что есть прям в школах какие-то предметы, где-то прям там твой семейный бюджет. Нет, наверное, я не знаю. Это все очень зависит от родителей. Но так как голландские родители со своими детьми, в принципе, говорят абсолютно обо всем, никаких забудетных, никаких изобретных тем вообще нет, то я думаю, в каждой семье проводятся, наверное, такие разговоры. Голландия – это вообще страна обговоров. Даже так у нас называют эту культуру «offerlech culture». «Offerlech» – это договариваться, разъяснять, дебатировать. Нет ничего такого вот, что «Ой, не говори об этом!» «Ой, не дай бог там!» «Не надо!» Это вообще не существует. Очень круто, и это, конечно, очень по-другому, чем в России, потому что, конечно, у нас и деньги, и секс – табуированные темы. Пары держатся значительно дольше и крепче, и союза намного крепче, если есть хорошая коммуникация, если партнёры могут обговорить всё. И это, мне кажется, просто реально залог к настоящему счастью, что нет вот этого всего табу, идти тихо, и дай бог, или неприлично. Это просто реально отсутствует. Только так, мне кажется, ты можешь реально построить по-настоящему хорошие отношения, которые будут долго длиться. Только так. Потому что отношения – это не пламенный секс, и только, или там какие-то романтики, и тебя носят на руках, и ты там шампанское пьёшь. Отношения – это просто как каждый день, да, кто покупает продукты, кто за молоком, кто там памперсы. Это же настоящая жизнь. И ты каждый день делаешь всё это вдвоём. Вот у нас, например, нет вообще ролей дома. Вот они просто отсутствуют. Мы вот уходим утром, отвезли детей в сад, в школу и поехали на работу. И мы просто в конце дня списываемся. Кто забирает детей? У тебя сейчас есть время? Да, у меня есть. Нет, мне там подольше. Давай ты договаримся, договаримся, договаримся. Ты обо всём должен договориться. И потом, когда мы приезжаем домой, начинается готовка, дети. И абсолютно не может такого быть, что это вдруг, например, на мне или, например, только на нём. А кто вас готовит? Такого не может быть. Оба? Как пойдёт. Вот реально, вот просто вот наугад. Я могу, например, сказать, слушай, давай я тебе пришлю список продуктов, но ты приготовишь. Или он может сказать, я уже всё купил, или я скажу, нет, я уже всё купила, и вообще я уже готовлю там. Где ты? Всё убрать, всё помыть, всё помыть. Есть детей, пижама, зубы, книжка. И получается, что нет вообще мужских или женских задач. Есть только то, что надо сделать. И поэтому кто первый у посудомойки, значит, тот это и делает. А кто первый в ванне, тот, значит, им зубы чистит. А кто первый около шкафа книжного, тот, получается, и читает книжку. Есть только вещи, которые надо делать. Он всё время говорит, «Ну что, дорогая, давай ты собачку выкурешь, любимую твою, которую ты привезла из Москвы». Я говорю, «Ой, нет, это твоё». «Почему это моё?» «Потому что я знаю, как вы друг друга любите. И я просто дарю тебе это счастье полчаса побыть с ней». И он очень смеётся, потому что просто знает, что я не люблю выгуливать собаку. Я должна признаться, это прямо вот признаюсь сразу, я реально забыла собаку свою любимую, когда я родила детей. Я прямо её обожала, сюсю-мусю, я была везде с тоской, я с ней спала в обнимку. Как только родились дети, я вообще забыла, что это что ещё и кормить надо, вообще забыла. А какая порода? Московская дворняшка. Она, правда, с Москвы, с улицы. Мы её спасли. Я привозила однажды в Голландию собаку, подобранную, к новому голландскому хозяину. Я везла контейнер с собакой, потому что, вот, я так понимаю, что в Голландии нет ни бездомных собак, ни бездомных котов, ни детских домов с детьми, что все вообще под присмотром. Я хочу, что скажу. Вот как раз этот контейнер с собаками вы, скорее всего, везли для моей организации. Я здесь открыла организацию. Она у меня существовала до пандемии. И я через эту организацию с московскими волонтёрами нашла дома, нашла хозяев для 170 собак и 350 кошек. Как здорово. Вполне возможно, что вам-то я и везла очаровательную дворняжку. Ань, так как вы водите по Амстердаму и показываете его в объёме, что вас вдохновляет в этом городе особенно? Я очень люблю Амстердам. Я просто влюблена так в этот город. Я считаю, что он какой-то неземной красоты. Вот я живу здесь уже с 89-го года. Вот когда я приезжаю на велосипеде, я до сих пор сама останавливаюсь, начинаю фотографировать каналы и фасады. Я просто от него без ума. В Амстердам надо приезжать не на два дня, не на три. В Амстердам надо приезжать как минимум на неделю, не планировать ничего, никакие там тюльпанные поля, никакую гагу, только Амстердам. На него нужно как минимум неделю просто бродить, бродить, сидеть на лавочках, допить кофе, просто смотреть на эти фасады, просто быть частью этого города. Я обожаю район Плантаж, где ботанический сад и зоопарк. Я обожаю там вот эту вот площадь, которая называется Артиспляйн, то есть площадь Артиса. Там вид на розовых фламинго, эти вот звуки из зоопарка. Это самый лучший город на Земле, правда. Он очень красивый, но только он часто очень дождливый. И тогда ты уже не сидишь на лавочке. Бывает так по-разному. Вот у нас в прошлый год было столько солнца, что даже мы удивлялись, когда включается дождь. Но знаете, что делает мой муж? Сажает детей. Вот этот вот бакфиц, вот этот вот бак, открытый. Что это такое? Велосипед с баком. То есть это тележка? Велосипед с такой большой, тележка впереди. Ага, для детей. У меня тоже такой бакфиц, конечно, есть. У нас у каждого есть. Только у меня он с палаткой, там электрический, на аккумуляторе, там все, да. В нем прям как вот на машинке едешь. А у него просто, да, там пили, там педальми все открыто. Он сажает детей туда, они все мокрые, они едут, он крутит педали, и они орут на всю улицу. Я обожаю дождь! У меня есть вот это ощущение, когда ветер в лицо и дождь, вот это вот ощущение, что чувствуешь, что живешь. Это правда. У меня сейчас Элли, которому три года, когда начинается дождь, он говорит, мама, пойдем на улицу, ты любишь тоже так же дождь, как я? Это мило. Спасибо большое за штрихи к портрету Амстердама, но все-таки наш формат разумевает в конце три совета от героини изнутри. Героиня вот про чувство самодостаточности и вообще вот про ваши основные точки опоры хочу спросить. Вот три какие-то важные вещи, которые позволяют быть счастливой. Наверное, самая главная вещь – это не слушать вообще никого. Вот просто вообще забыть про то, что говорит там мама, соседка, подруга, сестра, когда родишь, когда это, когда выйдешь замуж, когда сделаешь это, когда сделаешь укладку, будешь ли красить свою седину. Настолько уходит энергия на все эти переживания, и мне кажется, только после сорока пяти начинаешь понимать, сколько ты потерял прекрасных мгновений, дней, потому что ты все время переживал, 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 переживал. Вот я думаю сейчас вообще после сорока пяти только все начинается. Я сейчас себя чувствую, не знаю, просто на пике вообще вот своей жизни, я вообще не хочу, чтобы мне было там тридцать пять, вообще не хочу, чтобы мне было там двадцать, не дай бог, вообще не хочу. Кайф. Настолько жаль, что общество так всех вот женщин теребит, мне кажется, так жалко. Вот кто так теребит мужчину? Вот кто? Ну в меньшей степени, конечно, давление. А когда женишься, а когда детей родишь? Я иногда говорю мужу, знаешь, Юрдан, я поняла, какой для меня было бы самое классные каникулы. Говорит, какие? Побыть недельку в твоих мозгах. Внутри Джона Малковича. Да. Потому что вот, вот когда будет проблема перед нами, тогда мы и будем о ней думать. А что ты сейчас об этом думаешь? А что ты сейчас переживаешь? Или там, что ты сказал, я там обиделась, об этом думала, он вообще про это забыл, вообще просто. Потому что если я не сказала, что меня что-то обидел, значит это как бы нет. А если что-то обижаешь, только скажи. Это классно, мне кажется. Вот второй совет. Будь как мужчины. Это называется по-английски nothing box. Пустая коробка, она свободна от сотни переживаний, страхов, ужасов. А если в моменте ничего не болит, если в моменте нет конфликта, прямо вот в моменте, если в моменте нет полумёртвой собаки или там какого-то раненого ребёнка, что-то волноваться-то, всё нормально. Это классный совет. Что я поняла в своей жизни, это что, насколько мы все на самом деле одинаковые. Мы все просто люди, у которых абсолютно одинаковые потребности. Каждый мужчина, так же, как и каждая женщина, хочет, чтобы другой заботился, чтобы другой одарял тоже комплиментами, чтобы было понятно, что тебя любят, и тобой восхищаются, что ты нужен. Эта потребность настолько человеческая, что, мне кажется, так нечестно разделять здесь на женщин и мужчин. Посмотрите просто вот на мальчиков, вот как у меня сейчас, у меня ссылок три года. Он может, например, реагировать очень так, по-мальчишески, то есть прям кидать что-то, крики, ну, агрессии больше. Но как только он видит, что я как-то раздражаюсь или сижусь, я вижу, что вот как-то вот в его глазах он хочет только одного, чтобы его просто обняли, дали понять, что все хорошо. Он говорит, мама, я ведь неплохой мальчик. Я говорю, нет, ты очень хороший мальчик, ты очень хороший. Просто твое поведение сейчас было не очень хорошим, но ты хороший. И он прям расслабляется. И вот каждый мужчина так же. Не важно, три ему года или сорок три, или шестьдесят три, вообще не важно. Нету ни одного человека, у которого бы не было этой потребности. Поэтому нам, женщинам, нужно тоже иногда сделать ему сюрприз, посмеяться над его шуткой. Давайте ему тоже поплакать, сказать, что ему очень страшно что-то, да, или что ему очень больно, что ему что-то непонятно. Все это абсолютно нормально. Спасибо, Аня. Это был проект 45+. Мы есть на всех подкаст-платформах, а также на YouTube. И у нас есть одноименный телеграм-канал 45+, легенды и мифы. Мы ждем там всех для живого общения. Аня, телеграм-канал, другие соцсети мы добавим в описании выпуска. Нам очень помогают любые ваши реакции, сердечки, пересылки подругам, лайки, а также комментарии. Остаемся на связи. Аня, спасибо за разговор. Да, с удовольствием поговорили. Здорово было. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова